МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа безопасности и я, ведущий Александр Булдаков. В этом выпуске мы, как всегда, расскажем о самых громких происшествиях и преступлениях за последние дни. И, конечно, подскажем безопасные выходы из опасных ситуаций. Сегодня в программе. Почему некоторые новосибирцы не радуются теплому солнцу, а вспоминают дорожников, коммунальщиков и строителей, недобрыми словами, куда исчезли дороги к жилкомплексу «Радуга» и в поселке Гвардейском. Новая государственная военная организация «Росгвардия» свой праздник организует впервые в собственной истории, однако уже со старыми традициями тех подразделений, которые вошли в ее структуру. Как проходили торжества? Жили в халупе без света, воды и отопления. Мать и четверо малолетних детей. Почему, оставшись без присмотра, они устроили пожар, в котором сами же пострадали? Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Несмотря на то, что календарная веста к нам пришла уже давно, реальные ее проявления сибиряки ощутили только на днях. И если животные и птички откровенно радуются более теплому солнцу, то горожане начинают вспоминать дорожников, коммунальщиков и строителей не очень добрыми словами. В нашу службу новостей обратились жители одного жилого комплекса с приветливым названием «Радуга». И рассказали, что несмотря на то, что часть домов этого комплекса уже сдана, дороги к ним нет. И если зимой еще можно было проехать легковому транспорту, в том числе и скорой по накатанному снегу, то сейчас добраться можно только на внедорожники. И в такой ситуации оказались не только жители улицы Волховской в Ленинском районе Новосибирска. Жители жилого комплекса «Радуга», в котором, говорят люди, сданы уже две высотки, дорога была, но строительная и из бетонных плит. В декабре прошлого года ее разобрали. Начали ставить бетонные бордюры и засыпали это все песком. То есть, в принципе, уже морозы стояли, поверх льда, снега, засыпали песком. Ну, как бы, ладно, думаем, достроят, наверное, дорогу. Сейчас, соответственно, весна, все начало таять. А так как бетонных плит нет уже в основании дороги, получилась жуткая-жуткая каша. Проехать невозможно. Местные жители, торопясь на работу, бросают свои машины, завязшие в грязи, прямо во дворе и перебираются на общественный транспорт. Тоже по непролазной грязи. Обращение к застройщику, говорят, результатов не дали. Он ответственность перекладывает на подрядчика. В общем, к этому жилому комплексу с таким светлым названием «Радуга» можно с уверенностью утверждать, дороги пока нет. Немногим ранее в интернете появилось видео того, как талыми водами затопило улицу Большую, тоже в Ленинском районе Новосибирска. И вроде глубина лужи не такая критичная, но ее объем и то, что таяние снега толком еще и не началось, дает повод задуматься, а то ли еще будет. Как хотите люди, так и ходите. Вот такое творится у нас по дорогам. А это видео появилось уже на сайте НГС новости. Женщина упорно пытается пробраться по небезопасной, покрытой льдом, снежной каше и водой, дороге в поселке Гвардейском, который расположен в Пашино Калининского района города. Весна только началась, а в Новосибирске, несмотря на вроде одинаковую погоду для всей его территории, обнажились такие разные проблемы. На ушедшей неделе нельзя было не обратить внимания на профессиональный праздник многих тысяч сибиряков, военнослужащих и сотрудников войск НГРФ. В стране официально этот день отметили 27 марта. Новая государственная военная организация свой праздник проводит впервые в собственной истории, однако уже со старыми традициями тех подразделений, которые, согласно президентскому указу, вошли в ее структуру. И вот, как эти торжества проходили в Новосибирске. Праздник в войсковых подразделениях, как правило, начинается с церемонии грустной, но торжественной. Возложение цветов к памятнику павших сотрудников и военнослужащих при исполнении служебного долга. 27 марта в мероприятиях, посвященных Дню войск Национальной Гвардии России, принял участие и командующий 41-й армии, руководство Сибирского округа, войск Росгвардии, ветераны службы в завершении церемонии сделали групповую фотографию на память. Более 4 тысяч военнослужащих ежесуточно в Сибирском округе войск Национальной Гвардии заступают на службу с боевым оружием. Более 350 человек сегодня выполняют задачи на Северном Кавказе. Я желаю военнослужащим успехов, удачи, здоровья и процветания. Далее праздник продолжился уже в Центральном парке Новосибирска. В этот раз помимо военнослужащих в нем приняли участие и сотрудники подразделений, вошедших в состав Росгвардии, вне ведомственная охрана, разрешительная система, авиационные отряды и все силовые спецподразделения полиции. Последние, кстати, продемонстрировали очень даже впечатляющее выступление, в том числе и с захватом заложника. Несмотря на то, что Росгвардия формирование своих подразделений должна закончить в январе 2018 года, она и сегодня способна выполнять все поставленные перед ней задачи в полном объеме, говорят ее командиры. Есть понимание серьезности тех задач, которые перед нами ставит руководство страны, а это ко многому обязывает. Поэтому мы всегда готовы, всегда можем в любое время и в любом месте выполнять любую поставленную задачу. Поэтому настроение бодрое, расслабляться нам, поверьте, не приходится. Разве что в сам праздник, который стал выходным днем для Росгвардейцев. В этот день в Центральном парке уже по традиции были установлены палатки всех подразделений федеральной службы. Походные кухни ароматно пахли гречневой кашей с тушенкой, которую горожане с удовольствием и потребляли. Горячий чай согревал ненастную погоду, которая практически всегда бывает в этот день в сибирской столице. Совсем не зря в народе говорят, что от любви до ненависти один шаг. А если разрыв отношений случается с человеком, облеченным властью, хоть и небольшой, но привыкшим носить оружие, то это уже чревато последствиями. Конечно, при условии, что этот человек склонен к противоправным действиям. Похоже, именно такой гражданин в Новосибирске пошел против законов своего же гражданского общества и заказал свою бывшую сожительницу, а также хотел организовать убийство еще и коллеги по службе в полиции. Однако, видимо, эмоций у него было много, а преступной расчетливости мало, так как попал этот человек на скамью подсудимых. Прокурор Зайльцовского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение в отношении 26-летнего жителя областного центра. Подробнее в нашем материале. В этих томах уголовного дела история о том, как молодой, тогда еще сотрудник полиции, тяжело переживал разрыв отношений со своей девушкой. До того тяжело, что даже начал искать и нашел исполнителя на ее убийство. Информация о готовящемся преступлении стала известна сотрудникам правоохранительных органов. 23 июня 2016 года в ходе личной встречи с исполнителем убийства обвиняемый передал ему информацию о личности женщины, необходимую для подготовки ее к убийству, а также денежные средства в сумме 20 тысяч рублей в качестве аванса за совершенное преступление. Естественно, дальше псевдокиллер действовал уже под контролем правоохранителей, о чем заказчик даже не догадывался. 29 июня 2016 года, получив от исполнителя убийства, действующего под контролем правоохранительных органов, информацию о том, что заказное убийство исполнено, обвиняемый передал ему в соответствии с ранее достигнутой договоренности в качестве изнаграждения денежные средства в размере 140 тысяч рублей. Конечно, никто никого не убивал. А непосредственно после передачи денежных средств обвиняемый был задержан. Кстати, следствию стало известно о планах фигуранта заказать убийство еще и своего бывшего коллеги по службе в полиции, ныне сотрудника управления собственной безопасности областного главка. Теперь во всех этих перипетиях должен будет разбираться Зайльцовский суд, куда уголовное дело, утвержденное прокурором района, поступит на днях. Коротко о том, что еще произошло на минувшей неделе в нашем видеообзоре. Сотрудники управления уголовного розыска областного полицейского главка оперативную информацию о жителе Новосибирска, якобы причастном к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов, получили в марте этого года. Полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России задержали 42-летнего подозреваемого. В доме у подозреваемого правоохранители обнаружили много чего интересного для следствия, в том числе пистолеты ГЛОК, Сталкер, сигнальный пистолет, а также детали к короткоствольному оружию. В дальнейшем сотрудники полиции установили личность и задержали 37-летнего новосибирца, который в кустарных условиях занимался переделкой оружия нелетального действия в боевое. В дачном доме второго подозреваемого была оборудована настоящая мастерская. Токарные станки, различные инструменты и приспособления. Все это хозяйство, считает полицейский, предназначено для преступной деятельности. В подтверждение этому были обнаружены изъяты, оружейные детали с измененными конструктивными особенностями для сборки еще двух пистолетов и охотничье ружье с боеприпасами. По результатам криминалистического исследования в отношении организатора, того мужчину, у которого нашли пистолеты, возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение передачи сбыть хранения оружия и его основных частей боеприпасов, а также за его контрабанду. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемых. Склад, на котором хранилось более 7800 полулитровых бутылок водки под товарными знаками различных производителей, полицейские совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили в селе Убинска, на территории бывшего молокозавода. Полицейские установили, что алкогольная продукция была приобретена в областном центре и предназначалась для реализации в розничной торговой сети. Проведенная экспертиза показала, что для маркировки этой продукции использовались поддельные специальные марки. Изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции это формулировка уголовной статьи, по которой фигуранты могут пойти под суд. В настоящее время специалисты устанавливают, является ли изъятая спиртосодержащая продукция опасной для здоровья и жизни потенциальных потребителей и, что немаловажно, где же находится само производство контрафакта. Столкновение кареты скорой медицинской помощи и микроавтомуса Toyota HICE случилось в Ленинском районе Новосибирска в 22 часа у дома номер 8 по проспекту Карла Маркса. В ГИБДД сообщили, что иномарка в нарушении правил дорожного движения не только стала поворачивать налево и с правого ряда, но и не пропустила скорую, которая ехала в попутном направлении с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, в том числе водитель Toyota, у него перелом носа. Также пострадал пассажир автомобиля скорой помощи, ему 62 года. Ссадины и ушибы различных частей тела. Так как оба автомобиля были с пассажирами, только в скорой находилось помимо водителя 6 человек, медикам пришлось осмотреть и оказать помощь еще пятерым. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшедшего. Житель Новосибирска Тимофей Виль, являясь одним из лидеров неонацистов, совершал по экстремистским мотивам насильственные преступления в отношении лиц неславянской внешности и представителей молодежного движения «Антифашисты», считало следствие. Виль был активным участником ежегодных русских маршей, а также субкультурных концертов с участием музыкальных коллективов «Правового толка», направленных на пропаганду неонацистской идеологии и насилие по мотивам национальной вражды. А также дискредитацию органов государственной власти Российской Федерации. И это еще не все. Суд установил, что в 2016 году Виль в составе группы ножом порезал активиста «Антифа», в результате которого последнему был причинен вред здоровью. За все за это за Эльцовский районный суд Новосибирска приговорил Тимофея к одному году и восьмим месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Прокурор просил больше – три года и два месяца общего режима. О том, что в Октябрьском районе Новосибирска горит строительный кран, дежурный оперативной службы МЧС узнал около девяти часов утра. Из-за сильного ветра использовать автоколенчатый подъемник было невозможно, поэтому приняли решение подниматься самостоятельно. Пожарные попросили у строителей, которые там уже находились, огнетушители, взяли эти огнетушители и в полной амуниции, в полном обмундировании полезли на 50-метровую высоту и в течение минуты устранили пожар. Пожар. Горели электрические кабели. На тушение пожара ушло пять порошковых огнетушителей. Пожарные рассказывали, что кран сильно раскачивался, что добавляло экстрима. А то, что тушение было необходимо, никто не сомневался, ведь из-за перегрева узлов и деталей могли наступить конструктивные изменения, которые, в свою очередь, способны привести к крушению строительного крана. Но все обошлось. Пожар, в принципе, совсем небольшой. Загорелся домашний скарб на площади всего в два квадратных метра случился в многоквартирном доме по улице Республиканская в Дзержинском районе Новосибирска. Однако этого вполне хватило для того, чтобы погубить человека. В квартире помощником начальника караула в составе звена газодымозащитной службы была, к сожалению, обнаружена собственница квартиры, 37-го года рождения. Предположительно, причина пожара послужила оставленная без присмотра горящая свеча. Пожилая женщина, хозяйка квартиры, задохнулась продуктами горения. Это пока предварительная версия случившегося. Следственными органами СКР в настоящее время проводится процессуальная проверка по факту пожара. Но, скорее всего, женщина находилась одна, при этом читала молитвы и зажгла церковные свечи. Огонь от них и попал на легковоспламеняющиеся предметы. Начался пожар, который хозяйка потушить собственными силами не смогла, как и покинуть охваченную огнем квартиру. Но пока это только предположение. Все нюансы должно выяснить следствие. Почти 90% всех природных пожаров имеют так называемые антропогенные причины. Другими словами, это совокупность факторов окружающей среды, обусловленных случайной или преднамеренной деятельностью человека. Сюда можно включить и пол травы, и брошенный окурок, и незатушенный костер, и многое-многое другое. И что характерно, службы и ведомства, которые следят за противопожарной безопасностью, до сих пор не могут победить этот человеческий фактор, и посеять в сознание обывателя, что огонь – это не игрушка. Поэтому объединить усилия федеральных, региональных органов, исполнительные власти, местного самоуправления и средств массовой информации в деле профилактики лесных пожаров решили в региональном центре МЧС. По этому поводу прошло даже селекторное совещание с участием специалистов и руководителей из Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. В чем суть предложений, там прозвучавших, сейчас и расскажем. В прошлом году в Новосибирской области, впрочем, как и во всем Сибирском федеральном округе, наблюдалось снижение количества лесных пожаров и их площадей примерно на 30%. Однако в соседних округах, Уральском и Дальневосточном, картина была противоположной. Всего же на территории трех округов в прошлом году возникло более 8,5 тысяч природных пожаров на площади 2,5 миллиона гектаров. Это явно не способствовало повышению благосостояния российских граждан. Сохранить здоровье человека, жизнь человека, уменьшить ущерб экономике и уменьшить ущерб экологии. Вот это те важнейшие задачи, о которых мы говорили. На совещании было предложено, лесной или степной пожар рассматривать не просто как возгорание, а как нарушение федерального законодательства. Для этого есть постановление правительства России, нормативные акты субъекта, федерации и так далее. Обратить на это внимание правоохранители предложил начальник Сибирской регионального центра МЧС России. Привлечь к профилактической работе решено и СМИ, в объеме больше обычного. Если сейчас мы с вами нетерпимую обстановку создадим, то удержим ситуацию. Если только упустим, то будем потом гореть. В Новосибирской области к пожароопасному периоду, который, похоже, совпадет с половодием, вроде все готово. И у нас порядка 130, чуть более 130 патрульных групп, патрульно-маневренных групп чуть более 500. Их задача также является патрулирование и ликвидация, локализация очагов возгорания на начальном этапе. Маневренных групп у нас порядка 80. Плюс к этому есть еще и резерв, аэромобильная группировка из 100 человек. А на майские праздники, когда народ начнет выходить на природу, в черте Новосибирска и около патрулированием займутся специальные отряды. Как скажутся на возможных пожарах человеческий фактор и погодные условия, мы уже скоро узнаем. В каких только условиях не живут наши гости из стран ближнего зарубежья. Когда видишь это, поражаешься, как мало порой человеку нужно для счастья, ну или как там это еще можно назвать. И ведь, судя по всему, на родине условия жизни у них, видимо, еще хуже. Иначе, как понять то терпение, с которым мучилась, но жила в халупе без света, воды и отопления узбекская семья, мать и четверо малолетних детей. Именно они, оставленные без присмотра, и устроили пожар, в котором сами же и пострадали. Кстати, самому младшему из них было всего несколько месяцев. Возгорание случилось в частном доме на улице Дачная в Зайльцовском районе Новосибирска. Наша съемочная группа побывала на пожарище. Как жить в этом доме, даже представить сложно. Вросшую окнами, в землю, избушку, обитаемой назвать можно с большим трудом. Тем не менее, по словам соседей, проживала здесь и платила за аренду молодая мать, одна, с четырьмя детьми, включая грудного ребенка. Он, который дома выкупает, сдает им, мигрантам обычно, за деньги. Понятно. Ну там же условий для жизни-то нет. Никаких нету там болота и вообще брошенный дом. Там наркоманы лет десять жили и свет провода накидывали всегда, ну незаконно. Пожар в первом доме по улице Дачной произошел 28 марта в начале девятого вечера. Он был небольшим, но его разрушительная сила отпечаталась на каждом предмете домашнего и до того небогатого скарба. В результате пожара в комнате разместа 4 на 4 огнем повреждена кровать, стены и потолок на общей площади кси квадратных метров. Причиной всему данному происшествию стала неосторожность ребенка. В причине возгорания пожарный не сомневается. Ведь в этом доме нет ни отопления, ни электричества. Мать, как заметили местные жители, целыми днями где-то работает. Дети, которым 6, 4 и 3 года, сейчас в больнице. Они отравились продуктами горения. Самые маленькие, 2017 года рождения, находятся в ожоговом центре. Проверка всех обстоятельств пожара продолжается. Один мудрый человек заметил, если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Однако не стоит забывать и другую, уже народную мудрость. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Смотрите программу безопасности на канале ЭНСК-49. И не забывайте хоть немного помогать своей вселенной. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя.